так всем привет это мы привезли эвичку на ее первый осмотр к врачу ну там врач приходила один раз на дом на там вообще не видно лапочки давай-ка я попробую как-то заглянуться никак не видно в общем смотрите какая соня молодец она стой на месте она освоила слинг а тогда повернись нам покажи спинку вот видите как она как черепашка ниндзя ну все мы приехали в наш любимый сенталент хорошая очень клиника как-нибудь соня вам снимет видео как привязывать за ребенка к себе один раз видео посмотрели и все понятно сердечки в сердечке это ничего страшного я насколько знаю что такое часто закрывается до двух лет вот даже если оно не закрывается но никак не влияет на гимна динамику на кровообращение то ничего с этим не делают поэтому вы будет у вас время на досуге делайте узи сердца вот не прям там нету такой необходимости прям бежать 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 я знаю что у многих есть какие-то вопросики они все перерастают мы замечаем что она на одну сторону с одной стороны да больше похоже на ежи кривошее истинное есть ложное но ложное то вот когда с одной стороны чуть чуть более спазмирована мышц поэтому вы пойдете к неврологу невролог вас посмотрит если ну больше похоже на спастическую это все убирается массажиками сейчас я вас пока не слышу и конечно вылезут у тебя волосики не бойся так муравьишка как муравьишка мама я красотка я не муравьишка 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 и обезьянка еще я настоящий человек глазки не закисали раньше закисали я думаю что слезный канал забили что если вы еще не было нет а мы не знаем просто кому надо ходить сейчас расскажем соса где попробуй дать сосу а я на руках стригла на ногах не стригла пошли взвешиваться сейчас узнаем сколько же ты у нас весишь 4 600 800 грамм так сейчас выписки да это нормально на заборах больше да не будет не хватать просто молока а так в этом плане то есть если вы там не ходите на работу а просто сцеживаетесь потому что тогда временно нужно было вот так то лучше конечно вернуться к обычному грудному вставлю если конечно вы ходите на работу ну тогда просто нет я не хожу я просто пытаюсь отдаю она чуть-чуть пососет и потом ленится потому что из бутылки шкаф она бежит тут же надо потрудиться просто этот момент как не докормить она начинает кричать и получается что я чуть-чуть она поела и все равно приходится идти доцеживаться так как она не скупается она будет плакать и я не знаю как ее научить вот когда еда ну попробуйте попробуйте чаще прикладывать вот и там тоже ни одного лет на эти гречечка от этого молока не будет нужно есть белок мясо и вы смотрите потому что кто-то из роддома ест пиктус со кущёнкой и ничего кто-то сидит на одной гречке и просто катастрофа вы смотрите насколько там зависит от характера вашего питания если вы съели все хорошо вы кушаете эти продукты почему нет вот если попробовали плохо ребенку там плачет или посыпало отложите после трех месяцев дадите еще раз попробовать потому что у них незрелая пищеварительная система незрелые ферменты еще может быть что-то где-то как-то не усваивается поэтому это все нормально но кушать надо хорошо для того чтобы было много в любом случае у вас сейчас там если вы переживаете по вдруг какие-то лишних килограммам все равно разгонится обмен веществ потому что было у тебя надо больше энергии для того чтобы было молоко поэтому пока на место ну все нет я не переживаю у меня ушло 15 килограмм больше нет я просто не хочу есть и вот это меня немножко потому что я не могу себя заставить для меня это как труд большой поесть потому что у меня сил нет я плохо усыпаюсь и у меня нет сил поесть может быть но надо кушать надо кушать чтобы было молочко чтобы это было 14 прянуть